Всем привет! Сегодня будем готовить потрясающие мясные яйца. Очень интересные, вкусные и с такой вот изюминкой. А для тех, кто хочет узнать про нас побольше, я приглашаю всех в инстаграм. Там мы готовили вот такую творожную пасху в прямом эфире. Обязательно подписывайтесь и следите за нами. Хорошо следите! Для начала займемся серединкой яйца. Для этого натираем сыр на мелкой терке. Добавим небольшой кусочек сливочного масла, мягкого, немного куркумы. Прям потихоньку добавляйте, не все сразу. И все хорошо перемешаем. Посмотрите, какой у нас классный яркий цвет получился, но настоящий желток. Теперь берем немного начинки и скатываем в шарик. Вот такие шарики и формируем. В 400 граммов отварного картофеля добавляем сливочное масло и разминаем его в пюре. Я, когда картофель отваривала, соль добавляла, но попробовать стоит и если соли мало, добавьте еще. В фарш, у меня около полкилограмма, добавляем натертую луковицу на крупной терке, соль, черный перец. Можно добавить любые специи, которые вы любите, еще чуть-чуть подсолю и хорошенько вымешиваем. Вот тут фарш важно вымесить хорошо и не только вымесить, но еще и отбить. Половину возьмем и вот таким образом отбиваем и отбиваем. Ну, пару минут на это точно уйдет. Фарш стал эластичный и однородный. Вот такой фарш даже на шампурах держаться будет, когда готовите люля-кебаб. Ну и на наших мясных яйцах тоже будет держаться отлично. Убираем. Готово! И теперь начинаем самое интересное. Берем картофель. Нужно чуть побольше. Заворачиваем в него желточек. Формируем такое вот яичко. Яйцо, кому как нравится больше. Берем фарш. Точно также его расплющиваем. Сейчас чуть побольше. И заворачиваем яйцо. Тут очень важно все-таки придать форму. Делайте на ваше усмотрение. Кто-то захочет сделать побольше мяса, поменьше картошки, а кто-то наоборот. Это уже дело вкуса. Надстраиваем. Можно сделать сразу большую лепешку и не мучиться так, как я. Мне хочется прям скульптурой заняться. И вот теперь самое интересное. Все, наверное, дети любят вот такие вот яйца. Там мармеладки и игрушки. Так вот, нам дно не особо надо, а вот верхушка нужна, чтобы придать форму конуса. Я ее предварительно смазала маслом. И вот сейчас мы вот так вот. О, смотрите, ну настоящее яйцо. Можно взять любую форму, в которой вы печете пирожки, маффины, вернее булочки маффины. Я взяла вот такую. И выкладываем яйца. Будем запекать в духовке. Запекать будем при температуре 200 градусов около 40 минут. Можно еще перед тем, как достать из духовки, буквально на минутку наши яйца посыпать сыром. Тоже будет очень хорошо. Конечно, я пока сервировала, яйца уже остыли немного. Но, тем не менее, сыр тянется. Вот такая получилась у нас структура. Желточек у нас тянется. Получилось все равно очень красиво, вкусно и эффектно. Друзья, обязательно повторяйте! Приходите в гости завтра. Будет новый вкусный рецепт. А тот, кто хочет узнать о нашей семье побольше, Подписывайтесь на наш инстаграм. Там много чего интересного происходит. Но обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали.